Долгострой в Октябрьске. Одна из городских школ после капитального ремонта ждет пополнения. 11 семей из Большеглушицкого района уже в апреле справят новоселье. Очередь на жилье сдвинулась с мертвой точки благодаря госпрограмме. Весне дорогу. В Безенчукском районе детей приобщают к народным традициям проводов зимы. Одна из самых уважаемых профессий по заслугам – профессия врача. Это подкреплено историей. Исторические этапы нашей страны перекликаются с историей развития медицины. В городе Сызрани состоялась презентация книги на эту тему. В военные годы в Куйбышевской области именно в Сызрани работало 9 эвакогоспиталей. Очерки о врачебной деятельности сызранских медиков на фоне серьезных перемен и тяжелых событий в жизни страны – это отдельная веха в истории города. Авторы книги, исторические очерки о медицине в Сызрани проделали огромную работу в попытке рассказать ныне здравствующим сызранцам о том, какой нелегкий путь прошла сызранская медицина в течение почти полутора веков. Собравшиеся здесь не просто приглашенные, они и есть главные герои книги, люди, благодаря которым сызранская медицина продолжает жить. Мы открываем вот эту книгу, что будет возможность ее взять и почитать в наших библиотеках, в школах наших, в наших учебных заведениях. Я уверен, что она найдет отклик, потому что это живое слово, это не выдумка, это не что-то там эфемерное, а это люди, которые выстрадали. Неслучайное место презентации. Выставочный зал – один из архитектурных памятников города. Именно здесь история врачебной деятельности обрела свое выражение. Открытие выставки под названием «Уездная медицина – событие нерядовое». Сызранцам нескольких поколений будут знакомы эти предметы. На вид довольно зловещие, но спасавшие, благодаря умелым действиям врачей, здоровье и даже жизни людей. Многие экспонаты были предоставлены ведущими медучреждениями города. Некоторые из предметов можно по праву считать уникальными. Хотелось особо выделить экспонаты, которые были переданы двумя дочерьми известных врачей нашего города Сергея Тимагина и Галины Рухлядевой. Там в основном собраны книги конца 19-го, начала 20-го века. Презентация книги, открытие выставки – два знаковых событий не только для города, но и области. Людмила Ермакова, Сергей Инкин, телекомпания «Котовый луч», город Сызрань. 11 семей из Большеглушицкого района готовятся к переезду в новые квартиры, ключи от которых получили в канун 8 марта, что считают символичным. Теперь они станут соседями. Все квартиры находятся по одному адресу в новом доме в поселке Нефтяников. Получили их по договору социального найма. На встрече со счастливыми новоселами, среди которых есть и инвалиды, и дети-сироты, первый заместитель главы района Александр Гвоздев озвучил, что проблема жилья в районе сегодня наиболее актуальна. В очереди на улучшение жилищных условий стоит около 300 человек, и за последнее десятилетие ситуация не менялась. И вот лед тронулся. Благодаря усилиям областной и местной власти в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья, квартиры получили в первую очередь социально незащищенные семьи. Ход строительства завершился достаточно удачно. Люди получили готовые квартиры. Заслуга в этом есть администрации в том, что активно участвуют в программах. Министерство строительства намерено и дальше поддерживать программы стимулирования развития малоэтажного строительства и переселения из ветхого аварийного жилья, на что предусматриваются деньги и формируется заявка на следующие годы. Все квартиры имеют чистовую отделку, оснащены сантехникой и газовыми плитами. Осталось подвезти газ и уже в апреле справлять новоселье. Квозьму вам подарок. Очень большое спасибо всем. Торсов нет. Спасибо. Ключики мои занесены. Новый 2012-2013 учебный год здесь начинался не с линейка строительных лесов и активного ремонта. Сейчас Октябрьскую школу номер 8 не узнать. Теперь это полностью обновленное здание, в котором совсем скоро начнутся занятия. В отремонтированной школе ждут пополнения. На сегодняшний день количество детей 457. Оно увеличивается уже сейчас. Но поскольку школа обрела замечательный такой вид, я думаю, что в нашу школу пойдут еще больше детей. В школе, насчитывающей без малого 60 лет, теперь установлены новые окна, двери, смонтирована вентиляционная система, установлена современная противопожарная сигнализация. Теперь в каждом классе проведен водопровод, необходимость, прописанная в санитарных нормах. При всей масштабности задачи подрядчик выполнил не только работы, указанные в контракте. Времени было достаточно мало, и поэтому приходилось все принимать решение самим и восстанавливать и перегородки, и перекрытие, и водопровод, и систему отопления, и так далее. То есть в корне здание полностью переделано. Сейчас подрядчики приступили к другой серьезной проблеме – возведению пристроек в школе, в котором будет находиться спортивный зал и пищеблок. С 2006 года этот корпус находился в статусе долгостроя, но эта ситуация уже изменилась. В пользу поддержки физического воспитания детей и молодежи говорит еще один объект строительства в городе. Совсем скоро в Октябрьске откроют свои двери совершенно новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы планируем его открыть буквально в первом-втором квартале этого года. Но пока ученики восьмой школы с удовольствием осваиваются в совершенно обновленном здании, в котором их еще ждет много интересного. Людмила Ермакова, Сергей Инкин, телекомпания «Котовый луч», город Сызрань. В селе Георгиевка Кенельского района при местной школе вот уже полгода работает военно-патриотический клуб под романтическим названием «Бригантина». Здесь местные ребятишки обучаются такой любимой ими военной науке. Им прививаются патриотические чувства. Дисциплина в кружке «Бригантина» строгая, как в армии. Руководителю группы, майору в запасе Игорю Казакову не до сантиментов. В его подчинении полтора десятка мальчишек самого сложного подросткового возраста. Поэтому методы педагога хоть и строгие, но не дидактические. Увлекает он их тем, что близко и понятно ему самому. Рассказывает об истории оружия, учит с ним обращаться. В его курсе есть и основа оказания первой медицинской помощи, и история развития мировых вооруженных сил. Весь материал Игорь Петрович строит так, чтобы его воспитанники не заскучали. И занятия в кружке не предпочли уличным мытарством. Мальчишки есть мальчишки, но за партой им все дети, естественно, не нравятся. Поэтому, когда проводятся лекции, ну, кому-то интересно, кто-то сидит позевает. А вот все, что связано именно с практикой, с практическими действиями, допустим, та же строевая подготовка, сборка-разборка оружия, стрельба. Ребятам больше нравится то, что связано с движением, то, что более приближено к полевым условиям. В распоряжении группы два макета автомата Калашникова, пара учебных гранат и четыре пневматические винтовки. Используя такую базу на практических занятиях, Игорь Петрович старается объяснить азы и непременно вносит элемент соревновательности. Благодаря этому проверенному методу в группе высвечивается лидер, а за ним и остальные мальчишки подтягиваются. Плюс личный пример самого педагога, отставного офицера МВД. С проблемами подросткового возраста он нередко сталкивался по долгу службы, поэтому кандидатура Игоря Казакова при организации военно-патриотического кружка в Георгиевке оказалась самой удачной. На основе стрелковой секции он организовал свой солдатский мини-корпус, где главенствуют старые прописные понятия чести, доблести, патриотизма, сдобренные неподдельной мальчишеской увлеченностью. После почти полугода работы ребята оперились и теперь готовятся участвовать в соревнованиях. А с приходом тепла подумывают организовать свои военно-полевые сборы. Правда, пока не хватает экипировки, но это дело наживное. Сегодня важно, чтобы азарт ребят к освоению начатого дела не угас. Николай Лямин, Елена Грошева, телекомпания «Междуречий», Кенельский район. В 2012 году на основании постановления правительства Самарской области в рамках формирования электронного правительства муниципальным районам были выделены средства на создание центров общественного доступа к сети интернет. Многие жители Хворостянского района уже получают нужную им информацию самостоятельно. Библиотека уже давно перестала быть просто местом хранения книг. Функций и задач здесь настолько много, что даже диву даешься. Кажется, еще совсем недавно все мы от мала до велика с трепетом вписывали свое имя в библиотечную карточку. Брали книги на время, наслаждались чтением и возвращали в срок. Сейчас в библиотеках проходят семинары, крупные столы, занятия по интересам, мини-спектакли и дискуссии. Новое время диктует свои правила. Именно поэтому в центральной районной библиотеке открыта школа компьютерной грамотности «ШАК». Были закуплены компьютеры, оргтехника, приглашены люди, вот мы их обучаем. Всем очень нравится. Значит, у нас здесь доступ к государственным порталам, к структурам государственной власти. С начала этого года уже четыре группы прошли обучение. В основном это пенсионеры, временно безработные, социальные и культработники. Это очень нужно для работы, потому что сейчас у нас век такой. С учетом времени в школе сразу первостепенное внимание стали уделять социальным опросам. Постоянно обновляются тематические рубрики. Правовая трибуна, социальная полезная информация, правовой ликбез. Людмила Полякова, Евгений Платицын, телекомпания «Спектр», Ховоростянка. В детских учреждениях Безенчукского района есть свои сложившиеся традиции. Так, детсад «Тополек» в районном центре каждый год в начале весны проводит большой праздник с народными обрядами. В нем участвуют и дети, и родители. А где, как не в нашей богатой российской культуре, можно найти обычаи и традиции, и использовать их в работе по развитию и воспитанию детей? Всех на ярмарку даем, здесь игрушки продаем! На Руси всегда радостно и шумно проводили праздники и ярмарки. Это было еще и объединяющим фактором. Все это и взяли на вооружение педагоги Тополька. Подготовились к ярмарке как нельзя лучше. Ребята водили хороводы, исполняли задорные частушки. Как и заведено было на Руси, пришедших на ярмарку приветствовали корабейники. Они в специальных коробках носили разные товары и зазывали покупателей. А купить у них было что. Дети вместе с родителями изготовили игрушки, причем не простые, а дымковские и филимоновские. Игрушки из глины – один из русских народных художественных промыслов. Наши предки к весеннему празднику, который назывался Свистунья, лепили глиняные свистульки в виде коней, баранов, уточек, всадников и медведей. Сегодня в нашем детском саду прошел большой праздник. Праздник называется «Веселая ярмарка». Одним из направлений нашей работы является художественно-эстетическое. Мы приучаем детей, знакомим их с прекрасным, с традициями русского народа. Для того, чтобы ребята полнее узнали о традициях своих предков, на празднике устроили катание на карусели. Это одна из народных забав. Веселые игры на свежем воздухе в снежки поддержали и родители ребят. Они приняли в ярмарке самое активное участие. Это вот наша лошадка. Мы делали ее из пластилина. Сами разукрашивали, разрисовывали. Игры и танцы сменяли друг друга. Ярмарка проходила на специально подготовленной площадке, где выстроились в сверкающий ряд снежные фигуры. После веселых игр, танцев и песен – чаепития с блинами, сушками и баранками. Так, с давних времен и по сей день поддерживается традиция встречать весну с улыбкой и хорошим настроением. В вузах губерний также есть устоявшиеся традиции. Так, Самарская государственная сельскохозяйственная академия с приходом весны каждый год выбирает свою МИС. Здесь прошел праздник красоты и молодости. МИС-академия 2013. Уже шестой раз Самарская государственная сельскохозяйственная академия выбрала самую обаятельную и привлекательную студентку. В финал конкурса из 30 попали 14 самых умных, талантливых и очаровательных созданий, чтобы представить факультеты родного вуза. Поприветствовать их вышли на сцену известные творческие коллективы городского округа Кенель. Заявить и рассказать о себе загадочно, интересно и наиболее полно предстояло студенткам в конкурсе «Визитная карточка» всего за одну минуту. Справляясь с волнением перед зрителями, а в зале буквально яблоку негде было упасть, участницы вступили в борьбу. На очередном этапе конкурса они продемонстрировали вокальные данные и актерское мастерство. Конечно, добиться успеха в одиночку просто невозможно. И по закону студенческого жанра здесь подключается группа поддержки. Мне помогали мои друзья, у меня очень много хороших друзей с Академии и с города Кенель. Без них я бы ничего не смогла сделать. Во времена различных эпох понятия о красоте были неоднозначными, но все они сходились в одном, что я олицетворением была и остаётся женщина. Мария Леонидова, Николай Дробушев, телевизионный канал «Надежда», город Кенель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова